Глава пятая Против ожиданий вечера был так тихо и тёпел, что свечи на террасе и в столовой горели неподвижными огнями. За обедом всех потешал князь Василий Львович. У него была необыкновенная и очень своеобразная способность рассказывать. Он брал в основу рассказа истинный эпизод, где главным действующим лицом являлся кто-нибудь из присутствующих или общих знакомых, но так сгущал краски и при этом говорил с таким серьезным лицом и таким деловым тоном, что слушатели надрывались от смеха. Сегодня он рассказывал о неудавшейся женитьбе Николая Николаевича на одной богатой и красивой даме. В основе было только то, что муж дамы не хотел давать ей развода. Но у князя правда чудесно переплелась с вымыслом. Серьезного, всегда несколько чопорного Николая он заставил ночью бежать по улице в одних чулках с башмаками под мышкой. Где-то на углу молодого человека задержал городовой, и только после длинного и бурного объяснения Николаю удалось доказать, что он товарищ прокурора, а не ночной грабитель. Свадьба, по словам рассказчика, чуть-чуть было не состоялась, но в самую критическую минуту отчаянная банда лжесвидетелей, участвовавших в деле, вдруг забастовала, требуя прибавки к заработной плате. Николай из скупости, он и в самом деле был скуповат, а также будучи принципиальным противником стачек и забастовок, наотрез отказался платить лишнее, ссылаясь на определенную статью закона, подтвержденную мнением кассационного департамента. Тогда рассерженные лжесвидетели на известный вопрос «Не знает ли кто-нибудь из присутствующих поводов, препятствующих к совершению брака?» Хором ответили «Да, знаем. Все, показанное нами на суде под присягой, сплошная ложь, которая нас принудил угрозами и насилием господин прокурор. А про мужа этой дамы мы, как осведомленные лица, можем сказать только, что это самый почтенный человек на свете, целомудренный, как Иосиф, и ангельской доброты». Напав на нить брачных историй, князь Василий не пощадил и Густава Ивановича Фрисея, мужа Анны, рассказав, что он на другой день после свадьбы явился требовать при помощи полиции выселения новобрачной из родительского дома, как не имеющий отдельного паспорта, и водворение ее на место проживания законного мужа. Верного в этом анекдоте было только то, что в первые дни замужней жизни Анна должна была безотлучно находиться около захворавшей матери, так как Вера спешно уехала к себе на юг, а бедный Густав Иванович предавался унынию и отчаянию. Все смеялись. Улыбался Анна своими прищуренными глазами. Густав Иванович хохотал громко и восторженно, и его худое, гладко обтянутое блестящее кожи лицо с прилизанными жидкими светлыми волосами, с ввалившимися глазными орбитами походило на череп, обнажавший в смехе прескверные зубы. Он до сих пор обожал Анну, как и в первый день супружества, всегда старался сесть около нее, незаметно притронуться к ней, и ухаживал за ней так влюбленно и самодовольно, что часто становилось за него и жалко, и неловко. Перед тем, как встать из-за стола, Вера Николаевна машинально пересчитала гостей. Оказалось, тринадцать. Она была суеверна и подумала про себя. Вот это нехорошо. Как мне раньше не пришло в голову посчитать? И Вася виноват, ничего не сказал по телефону. Когда у Шейных или у ФСС собирались близкие знакомые, то после обеда обыкновенно играли в покер, так как обе сестры до смешного любили азартные игры. В обоих домах даже выработались на этот счет свои правила. Всем играющим раздавались поровну костяные жетончики определенной цены. И игра длилась до тех пор, пока все костяшки не переходили в одни руки. Тогда игра на этот вечер прекращалась, как бы партнеры не настаивали на продолжении. Брать из кассы второй раз жетоны строго запрещалось. Такие суровые законы были выведены из практики для обуздания княгини Веры и Анны Николаевны, которые в азарте не знали никакого удержу. Общий проигрыш редко достигал ста-двухсот рублей. Сели за покеры на этот раз. Вера, не принимавшая участия в игре, хотела выйти на террасу, где накрывали чаю, но вдруг ее с несколько таинственным видом вызвало из гостиной горничную. — Что такое, Даша? — с неудовольствием спросила княгиня Вера, проходя в свой маленький кабинет рядом со спальней. — Что у вас за глупый вид? И что такое вы вертите в руках? Даша положила на стол небольшой квадратный предмет, завернутый аккуратно в белую бумагу и тщательно перевязанной розовой лендочкой. — Я ей, Богу, не виноват, ваше сиятельство, — залепетала она, вспыхнув румянцем от обиды. Он пришел и сказал. — Кто такой он? — Красная шапка, ваше сиятельство, посыльный. — И что же? — Пришел на кухню и положил вот это на стол. — Передайте, говорит, вашей барыне. — Ну, а только, — говорит, — вы их не из собственной руки. Я спрошу, — от кого? А он говорит, — здесь все обозначено. И с теми словами убежал. — Подите и догоните его. — Никак не догонишь, ваше сиятельство. Он приходил в середине обеда. Я только вас не решила себя беспокоить, ваше сиятельство. Полчаса времени будет. — Ну, хорошо, идите. Она разрезала ножницами ленту и бросила в корзину вместе с бумагой, на которой был написан ее адрес. Под бумагой оказался небольшой ювелирный футляр красного плюща, видимо, только что из магазина. Вера подняла крышечку, подбитую бледно-голубым шелком, и увидела втиснутый в черный бархат овальный золотой браслет, а внутри его бережно сложенную красивым восьмиугольником записку. Она быстро развернула бумажку, почерк показался ей знакомым, но, как настоящая женщина, она сейчас же отложила записку в сторону, чтобы посмотреть на браслет. Он был золотой, низкопробный, очень толстый, но дутый, с оружной стороны, весь сплошь покрытый небольшими старинными, плохо отшлифованными гранатами. Но зато посредине браслета возвышались, окружая какой-то странный маленький зеленый камешек, пять прекрасных гранатов, кабошонов, каждой величиной с горошину. Когда Вера случайным движением удачно повернула браслет перед огнем электрической лампочки, то в них глубоко, под их гладкой, яйцевидной поверхностью, вдруг загорелись прелестные, густо-красные живые огни. Точно кровь! Подумала с неожиданной тревогой Вера. Потом она вспомнила о письме и развернула его. Она прочитала следующие строки, написанные мелко, великолепно каллиграфическим почерком. Ваше сиятельство, глубоко уважаемая княгиня Вера Николаевна, почтительно поздравляю вас с светлым и радостным днем вашего ангела и осмеливаюсь припроводить вам мое скромное, верноподданическое подношение. Ах, это тот! С неудовольствием подумала Вера, но, однако, дочитала письмо. Я бы никогда не позволил себе преподнести вам что-либо, выбранное мною лично. Для этого у меня нет ни права, ни тонкого вкуса и, признаюсь, ни денег. Впрочем, полагаю, что и на всем свете не найдется сокровище, достойного украсить вас. Но этот браслет принадлежал еще моей прабабке, а последнее по времени его носила моя покойная матушка. Посередине между большими камнями вы увидите один зеленый. Это весьма редкий сорт граната. Зеленый гранат. По старинному преданию, сохранившемуся в нашей семье, он имеет свойство сообщать дар предвидения, носящим его женщинам, и, отгоняя от них тяжелые мысли, мужчин же охраняет от насильственной смерти. Все камни с точностью перенесены сюда со старого серебряного браслета, и вы можете быть уверены, что до вас никто еще этого браслета не надевал. Вы можете сейчас же выбросить эту смешную игрушку или подарить ее кому-нибудь, но я буду счастлив и тем, что к ней прикасались ваши руки. Умоляю вас не гневаться на меня. Я краснею при воспоминании моей дерзости семь лет тому назад, когда вам, барышни, я осмелился писать глупые, дикие письма и даже ожидать ответа на них. Теперь вам не осталось только благоговения, вечное преклонение и рабская преданность. Я умею только желать ежеминутно вам счастья и радоваться, если вы счастливы. Я мысленно кланюсь до земли мебели, на которой вы сидите, паркету, по которым вы ходите, деревьям, которые вы мимоходом трогаете, прислуги, с которой вы говорите. У меня нет даже зависти ни к людям, ни к вещам. Еще раз прошу прощения, что обеспокоил вас длинным, ненужным письмом. Ваш до смерти и после смерти покорный слуга Г.С.Ж. — Показать Васе или не показать? — Если показать, то когда? — Сейчас или после гостей? — Нет уж, лучше после. Теперь не только этот несчастный будет смешон, но и я вместе с ним. Так раздумывала княгиня Вера и не могла отвести глаз от пяти алых кровавых огней, дрожавших внутри пяти гранатов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...